С вами канал ФактОпс и в этом выпуске я покажу вам реальное видео с инопланетянином, которое никто не может объяснить. Погнали! Инопланетянин во дворе Сейчас речь пойдет об инциденте, который произошел в Соединенных Штатах Америки. В одном из домов в штате Колорадо на камеру ночного видения попало странное существо, похожее только на инопланетянина. Владельцы дома не смогли объяснить это видео, после чего решили опубликовать его в интернет. Видео быстро стало набирать популярность, а пользователи стали активно размышлять, что же попало на камеру наблюдения. На кадрах в какой-то момент показывается ушасто существо с худыми ногами, которое идет вдоль машины. Видео подверглось огромному количеству проверок, и все их оно успешно прошло. Теперь люди не знают, как быть. Одни уверены, что это реальный инопланетянин, который из-за своего неаккуратного поведения попал на камеру видеонаблюдения. А другие стали активно искать подвох, будто это всего лишь марионетка или что-то подобное. В общем, точно не инопланетянин. Верите в это или нет, решать только вам. Кстати, есть еще немного схожее видео, которое может подтвердить или опровергнуть этого гуманоида. И говорят, что это секретный фильм правительства США. И называется оно «Инопланетное интервью». Считается, что в 1964 году людям удалось поймать неизвестного гуманоида, которого смогли удерживать во власти целых пять дней. За это время люди смогли даже задать несколько вопросов этому существу и даже получить ответ. Они точно выяснили, что существо не является внеземным происхождением другой жизни. Это всего лишь эволюционировший человек, который обладал способом перемещаться во времени. По его утверждениям, его предки были те немногие люди, которые пережили ядерную войну. Что, по его словам, произойдет уже в ближайшем будущем. Как только этот ролик оказался в сети, он тут же вызвал просто море различных бурных обсуждений. Кто-то уверен, что это обычный фейк, а кто-то говорит, что это реальный пришелец. Не знаю, насколько правдивый этот ролик, но все-таки выглядит он достаточно реалистично. А что по этому поводу думаете вы? Что если тот самый гуманоид из интервью прилетел к нам на каком-нибудь навороченном космическом корабле? Подтверждением тому могут, к примеру, служить странные кадры из Малайзии. Они были сняты в День независимости, когда местные жители с гордостью уходили по улицам города и наслаждались хорошей погодой. К вечеру люди начали замечать в небе странные огни. И под конец им удалось записать пугающие кадры, на которых отчетливо видно, как черный зернистый неопознанный летающий объект скользит над Малайзийской деревней в округе Куала-Край. Подобно огромному космическому кораблю, он медленно движется по горизонту. Также на записи слышны крики жителей деревни от изумления. Думаю, всем очевидно, что это явно не самолет. Видео быстро стало набирать популярность, что и неудивительно. Но на удивление власти взяли и замяли это происшествие. Как вы думаете, зачем им это было надо? Загадочное происшествие случается не только на Земле. Оказывается, подобные ситуации могут происходить и в космосе. В апреле 2021 года компания SpaceX проводила очередной запуск астронавта в космос в капсуле Crew Dragon. Корабуль успешно провел проверку и на следующий день был готов к старту. Взлет прошел в штатном режиме и ничего необычного не произошло. Ладно, я уже намекнул, что странная ситуация произошла в космосе. Так что не будем тянуть. В общем, после выхода в космос экипаж корабля увидел в иллюминатор загорочный объект. К счастью, им посчастливилось снять его на камеру. На кадрах четко видно, как странный и мистический объект прилетает рядом с кораблем. Как обычно, пользователи разделились во мнениях. Одни уверены, что это, безусловно, космический корабль инопланетян, который наблюдал за космической программой SpaceX, а потом по неосторожности попал в кадр. Другие же говорят, что там мог быть лед из жидкого кислорода в ракете. Решать, кому увереть, только вам. Оказывается, и в небе можно заснять странные и мистические силуэты. Примером тому слушают загарочные кадры, снятые обычным пассажиром самолета, прилетавшего над Айгейским морем, которому удалось достать в камеру в нужный момент. На этот раз в объекте в камере попал странный объект, летящий рядом с самолетом. Отчетливо видно, как он выполняет несколько маневров, которые, кажется, не сможет осуществить ни один известный самолет. По словам очевидцев, эти кадры подвергли в ужас весь самолет. Я имею в виду всех пассажиров самолета. Автор видео, недолго раздумывая, опубликовал видео в интернет, в надежде, что кто-то из пользователей всемирной паутины сможет дать ответы на интересующие его вопросы. По классике, одни уверены, что это без каких-либо сомнений дело рук инопланетян. Другие попытались найти этому необычному видео более разумное объяснение. На мой взгляд, самая вероятная версия та, которая гласит, что на кадр попал новейший американский истребитель, который еще не был представлен в общественности. Некоторые даже нашли этой гипотезе логичное подтверждение. Оказалось, что многие истребители вооруженных сил США взлетают не горизонтально, а вертикально, то есть боком. Именно это и демонстрирует странный объект рядом с самолетом. Удивительно, но в небе можно снять не только загорочные объекты, но и таинственное образование. Так, относительно недавно в небе над Канадой появился странный круг серого цвета. Область жилых регионов, над которыми был темный круг в небе, начала себя странно вести. Поначалу отключились все светофоры, а в домах и магазинах вырубилось все электропитание. Ученые долгое время ломают себе голову вопросом, что там могло быть. К финальной версии ученые так и не приблизились. А вот пользователи снова попытались найти разумное объяснение. Одни уверены, что виной всему вспышки на солнце. Другие говорят, что это портал в другую вселенную, а третьи говорят, что это все зеленые человечки. Какая версия нравится вам больше? Кстати, с жителем Канады к таким выкрутасам в небе не привыкать. К примеру, пару лет назад жители этой страны наблюдали в небе вот этот странный объект, который очень изящно парил над городом и при этом менял свою форму. Местные жители были настолько напуганы, что некоторые заперлись дома и не выходили на улицу несколько дней. По словам очевидцев, это аномальное образование могло быть чем угодно. Господ бог, ангел, портал в преисподнюю и, конечно, не обошлось без наших любимых неопознанных летающих объектов и инопланетян. Хотя нет, Канада все-таки не единственная страна со странными феноменами в небе. Соединенные Штаты Америки запросто могут побить все рекорды страны с кленовыми листьями. Несколько месяцев назад в Калифорнии было снято вот это видео. Поначалу можно не заметить ничего необычного. Но как только вы приглядитесь, вы тут же увидите два круглых и блестящих объекта, которые летели очень близко к друг другу и двигались вверх, вниз и друг над другом. По словам очевидцев и автора этого видео, на записи не видно все детали. Вживую было отчетливо видно, что это две летающие тарелки. Автор видео подметил, что всегда верил, что мы не одиноки в этой вселенной. Этот инцидент стал для него очередным подтверждением. Автором следующего видео был астроном-любитель, который часто любит в одиночестве посмотреть на Луну. Однажды он в очередной раз этим занимался. Как вдруг заметил на фоне лунной поверхности несколько неопознанных летающих объектов. Он уверяет, что не раз видел подобные явления. Но до этого ему никто не верил. И поэтому он решил снять все это на камеру и выложить в интернет. По утверждениям автора, он наблюдал за Луной более 20 лет. И четко понимал высоту объектов, которые летели в небе. Он уверен, что эти объекты летели на высоте 500 километров. Что слишком высоко для самолета. Единственное разумное объяснение этому феномену гласит, что автор заснял поток искусственных спутников Земли. Честно говоря, я не сильно верю в эту теорию. А что думаете вы? На очереди у нас еще одно видео с НЛО, снятое пилотом самолета. Он уверяет, что летел в небе, занимаясь своими делами. Снимая некоторые пейзажи своего наблюдения, когда странный неопознанный объект пронесся мимо него с необычной скоростью и лишил его дара речи. К счастью, пилот запечатлел на камеру этот мистический объект. Многие уверены, что это прямое доказательство существования инопланетян. В Сербии тоже не все так спокойно. Говорят, что там не раз замечали в небе странные огни, которые никто не может объяснить. Одни уверены, что виной всему чрезмерная активность нашего светила. Другие же говорят, что за Сербией ведется тщательный контроль со стороны пришельцев. Не знаю, насколько правдива эта теория, но она мне нравится. Продолжение следует... Но в комментариях напишите, верите ли вы в инопланетян. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.